Константин Иванович, вы же опытный дипломат, вы же понимаете, что это же все не случайно, если президенты стран делают такие заявления, как там, конечно, сам, он слово Байден не произнес, там, Путин киллер, да, было несколько по-другому, когда журналист спросил, считаете ли вы Путина киллером, а Байден, немножко задумавшись, сказал, я так считаю. Вот так это выглядело, это для наших зрителей, да. Считаете ли вы, что это было сделано намеренно? Вы сами сказали перед этим, что Байден настолько опытен, что, ну, честно, иногда сомневаешься, что у него вырвалось, да, бы это. Если это сделано намеренно, то зачем? То чтобы что? Потому что ведь, ну, если Путин киллер, то как потом с этим киллером работать, непонятно, да. А реакция России тоже, да. Вот это что? Это распасовка? Или это часть большой игры? Или это вот часть большой игры, о которой вы говорите, вот, когда ставки повышают? Что это происходит? Расскажите. Ну, наверное, если не все, то ряд из того, что вы обозначили, вместе сошлось. Но, на мой взгляд, это сам вопрос поставил его в ситуацию. Я не думаю, что это был, как в Москве, заранее подкинутый вопрос для спрогнозированного ответа. Нет, это, естественно же, было спонтанно, наверное, по крайней мере, для него ответ. Ему надо было в течение двух секунд определить, что он должен на это ответить. Представим себе, что он сказал бы, нет, ну, что вы, разве Путин? Я не могу, или, скажем бы, сказал, ну, как я могу назвать убийцей или киллером главу другого государства? А как бы вы ответили, если бы вас спросили, как, например, там, главу Госдепа? Это интересно. Что бы вы сказали? Дело в том, что, все-таки, давайте, я хочу закончить пустанем. Мне кажется, что ответ был краткий, естественно, и он был направлен именно на, не только и не столько на международную аудиторию, сколько на свою внутреннюю. И, прежде всего, на тех сенаторов, которые, я могу представить, как бы они реагировали, если был бы другой ответ. Ведь у него сейчас идет очень позитивный, ну, по крайней мере, никто его за этот ответ не критикует, наоборот. И в средствах массовой информации. В общем-то, позитивный, он сказал, как есть. В общем-то, к этому все сводится. А ему очень важно сейчас, для решения многих других вопросов, минимизировать любые нападки по его ответам, по его действиям. И в данном случае он этого добился. Это первое. То есть выиграть во внутренней политике за счет консенсуса по внешней, как вы говорили только что, перед этим? Да, за счет обострения, потому что никто его особенно, и в Европе я не слышал, чтобы осуждали. Ну, разве что, как те, кто так и да иначе всегда либо с антиамериканских, или пророссийских позиций выступает. Само по себе, ну, вот я где-то услышал, что всегда можно найти выход из того обострения, которое возникло. Ну, на каком-то этапе, конечно, можно сказать, что я имел в виду не киллером, убийцей, не в прямом смысле, убийцей демократии, или еще чего бы то ни было. Найти пути к отступлению тактическому всегда можно, но с другой стороны, конечно же, такого рода выпад он выбивает седлать того, кто не ожидает этого. Действительно, это неожиданно. Такими словами редко бросаются. Но это не мешало, например, Трампу называть, по сути, тоже теми же словами лидера Северной Кореи, а потом с ним встречаться. И пытаться найти возможности для каких-то решений, называть его другом, или что у нас чуть ли не любовь. Знаете, само по себе, да, это сильный залп, но это не означает абсолютную войну. Это означает только то, что ты даешь понять, что просто так какие-то компромиссы достигать, отрицая, как это делает Москва, очевидные факты, не получится. Ну, то есть, да нет, мы это там ни при чем, мы тут ничего такого не делали, и вообще-то они сами виноваты. То есть, Финляндия напала на Советский Союз, это мантра с 1939 года, тут не будет проходить. Вот, что он, по сути, хотел сказать. То есть, надо будет либо признавать, либо договариваться об этом, не обсуждать, но тогда это тоже будет уступка со стороны России. Мы находимся вот на том этапе, когда первые залпы сделаны, но что будет дальше, оно еще пока, скажем, находится в таком утреннем тумане, из которого выплывают потом уже дредноуты, начинают настоящую войну, или наоборот, все расходятся для того, чтобы подумать, что делать дальше, и стоит ли вообще выводить свои силы из портов. Но, на мой взгляд, поездок с коробочкой, с красной кнопкой переразогрузки больше не будет в ближайшее время. Продолжение следует...